Я домой пожелал всем счастья и почувствовал, что у вас стали лучше отношения после этого. Это значит, что вы очень сильно настроились, вы дошли до второй стадии победы над судьбой. Это значит, что судьба не такая тяжелая. А кто из вас почувствовал, как будто вот здесь что-то распахнулось в это время? Это значит, что вы соприкоснулись с своей судьбой, вошли в контакт с ней, как будто сердце раскрылось что-то. В это время человек должен от сердца уже начинать, я желаю всем счастья. Если жар пошел, это значит, что у вас тело начало лечиться и пробиваться каналы пошли. В это время нужно отвлечься от тела и начать желать всем счастья. Если у вас эмоции переполняют, жар пошел, то это значит, что энергия входит, но не выходит. Надо в этот момент от себя отвлечься такой... Я желаю всем счастья, и отдать это все. А если вам не хватит? Зевота означает, что вы плохо слушаете. Зевота означает, что разум не включается. Если вы сильно будете слушать тех, кто молится, и как они повторят сильно, сразу бодрость приходит. Тело корежит мышцы. Это значит, что просто прочищаются каналы. Не надо отвлекаться на мышцы. Надо желать всем счастья и слушать музыку. И тело само будет пролечиваться. Понимаете, все эти спецэффекты... Олег Геннадьевич, у вас аура, аура. У меня в сердце легкость. Понимаете, Олег Геннадьевич, легкость. Я святых увидела. Не надо на это обращать внимание. У меня тело корежит, а у меня, Олег Геннадьевич, что-то вышло и пошло. Не надо на это, на все обращать внимание. Человек должен только слушать тех, кто молится, и отдавать всем счастье. Все. Это то, что нужно делать. Все остальное, оно приходит и уходит. Как к одному святому человеку пришел ученик, говорит, вы знаете, когда молюсь у меня волосы дыбом, мне плакать хочется такое счастье. Он посмотрел на него и говорит, не волнуйся, это все пройдет. Думая молитвы. Самое сложное, это услышать то, что я вам сейчас сказал. Я вам сказал простую вещь, что надо слушать тех, кто молится, и молиться, как они. Но вы даже не представляете, как это сложно, потому что человеку крайне сложно отвлечься от себя и забыть про себя. Но как только человек это сможет сделать, он может увидеть, как в его жизни все меняется. Вы даже не представляете, какой инструмент я вам сейчас даю. Вы даже не представляете, как это может поменять ваши судьбы. И у меня в моей жизни много опыта этих изменений. Много опыта. Можно целую лекцию только об этом рассказывать, что вот я молился, настраивался на тех, кто молится, и дальше, что происходило с жизнью моих близких, с моей судьбой и так далее. Но меня за это критикуют. Говорят, что, Олег Геннадьевич, ты постоянно рассказываешь о том, какой ты великий. Я согласен. Согласен, что это нехорошо. Все сели прямо. Учитесь слушать со всей силы и повторять, как они со всей силы. Потому что не то, что надо обязательно этого вот полюбить, который поет, поет этот азан этого человека. Просто есть пространство молитвы, оно связано с Богом. Когда человек искренне молится, и мы с этим пространством, веря в его звук и настраиваясь на него, с этим пространством соединяемся, то мы тогда входим в пространство победы над судьбой. Это такой ключ. Надо слушать тех, кто молится. И поэтому дети в древних школах, их сначала не науком учили. Сначала учитель произносил молитву, и они повторяли, как он, веря в его звук. И постепенно они научились, таким образом научивались, включать свой разум, который побеждает судьбу. Это включение происходит через слушание тех, кто молится, и повторение, как они. Разум включается, а именно разум побеждает судьбу. Разум — это вера, это сила победы, это чувство, собственно, достоинства сильное, разум делает. Это решимость внутренняя у мужчины, сильная красота у женщины, ослепительное такое влияние. Это всё энергия разума. Она приобретается благодаря сильному слушанию. Всем Titanic. Благодаря. С вами был.